Здравствуйте! Шаватоха, Гутевох! Хорошей недели, хорошего месяца! У нас сейчас урок по Мишлей, 44-й урок по Мишлей, и мы находимся в 6-й главе книги Мишлей. И я хотел бы немножечко возвратиться к тому, что мы обсуждали. 26-е предложение. 25-е я начну просто. Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и не увлечет она тебя веками подмаргиванием своими, потому что из-за жены блудной нищает от буханки хлеба, а замужняя жена душу дорогую уловит. Говорит Шламова Меллах здесь о том, что нужно, чтобы не было у тебя хемды ко всяким вещам, которые являются для тебя чужими. Чужая жена — это хемда, таава и так далее. Поскольку жена блудница, она приводит к обнищанию до буханки хлеба, «Вээшитыш нефиши карат отсуд», а замужняя женщина она может словить даже нефиши карат отсуд, Гаон мивильно здесь говорит, что «бат ишазана ад кикар лехем», что из-за жены блудницы, женщины блудницы, ты можешь обнищать до буханки хлеба. Это относится к понятию таава. То есть таава — это все время в Мишли, по мнению Гаона, таава — это ишазана. И это что такое ишазана? Это гефих Тора, наоборот, тому, что называется Тора. Как уже было объяснено, и как сказано в Медраше, что есть такой Медраж, который сказан, «Тосвус приводит его в гемори ксубас», «Ат шеадам митпалель» я привожу в Тосвус в Медраше с ксубас, до тех пор, пока человек молится «Шейканес Тора летох гуфо», чтобы Тора вошла внутрь его, он должен вначале помолиться «Шейканес бмеаданим летох гуфо», он должен помолиться, чтобы всякие сладости, всякие приятные вещи не вошли в его тело». В другом варианте этот же Медраж говорит чуть-чуть иначе. «Ат шеадам митпалель, пока ты не начал молиться, чтобы вошла Тора в твои внутренности, попроси Всевышнего, чтобы не вошли в твои внутренности еда и питье», потому что, когда человек преследует свою таеву, еду и питье, то это приводит к тому, что он начинает забывать Талмуд. И это то, что говорит Шламамеллах, «беат ишазана», что человек, который идет вслед своей таавы, он придет до тех пор до кикар хлеба, до буханки хлеба, что не останется у него даже буханки хлеба и сторы. То есть, он придет к тому, что он будет не знать даже одной галахи, и об этом сказано в Мидраше, на самом деле Гемора, Берейши Сраба он приводит, что сказано, это более подробно сказано, что в дальнейшем будет такое время, что женщина будет брать буханку хлеба, трумы, то есть, того части урожая, который отделен для Кагена, и идти в бейт-мидраш с этой буханкой и спрашивать, эта буханка тмиа или тагара? Она не чиста или она чиста? Можно ее есть или нельзя? И люди не будут знать, мудрецы не будут знать ответ на этот вопрос. И есть такой Рамбом, в книге Мишна Тойра, Рамбом пишет это как Довар Пашут, мы сейчас увидим, что это не так очевидно, то, что он пишет, но вначале посмотрим, как пишет Рамбом. Рамбом говорит, Энди Врейтор, на самом деле, это тоже Гемора в трактате Шаббат в Переке Раби Акивы. Рамбом его приводит на галаху чуть-чуть в измененном виде, чуть-чуть. Он говорит так, Энди Врейтор, Миткаимим, Торы не осуществляются в человеке, который марпе от смуала им, который не облегчает, а, ну да, делает более мягким себя по отношению к этим словам Торы, и не в тех людях, которые учатся из едуна, из сладости, и из еды, из опитья. То есть, прямо сытые, напившиеся, услащённые всякими видами еды начинают сердиться и учить Тора. В них Тора не осуществляется, не остаётся. В ком остаётся Тора? Только в том человеке, который убивает себя за Тору, умертляет себя за Тору. То есть, он митцаергуфо, он делает всякие неприятности, тяжести своему телу постоянно и не даёт сна своим глазам и ресницам даже задремать. Сказали Хохамим через намёк. Такой намёк. В Торе есть пасук. Вот Тора человека, который умрёт в шатре. Говорит Гемора. Тора – это Галаха. Тора человека, который умрёт в шатре. Простой смысл этого пасука говорится о том, что человек, который умирает в шатре, всё, что находится в шатре, получает нечистоту трупа. Но Рэмис намёк здесь хочет сказать ещё одну вещь. А именно. Сейчас. Вот Тора – человек, который умирает в шатре. Тора не осуществляется, а только в том, кто умирает, умертвляет себя в агалэй хохма, в шатрах мудрости. И то же самое говорит Шлома Амеллах в своей мудрости. Гатрафит бэйом цара цар кохэха. Что нужно, чтобы Тора учить, нужно в нём цара, чтобы было несчастье для изучения. Тора нужно учить из несчастья. И ещё сказали хохмати амдали. Моя мудрость стояла для меня хохма. В шаламатси баав ламдали. Там в фасуке сказано, аф хохмати, так же моя мудрость стояла для меня. Аф – это мудрость, аф – это гнев, это переживание. И намёком говорит Шлома Амеллах, что хохма, которую я учил из переживаний, она осталась у меня. Окей, дальше Рамба говорит немножечко на другую тему тоже, как лучше запоминать Тору и так далее, но немножко на другую тему. То есть Рамба здесь приводит на галоху такую вещь, что Тора Миткоемит, Тора существует, осуществляется только внутри того человека, который умертляет себя за Тору. То есть человек, который умертляет себя за Тору, в нём Тора осуществляет. Должен себя лицаер. Он должен мало есть, мало пить и так далее, и так далее. Чтобы его тело не находилось в таких вот приятных ощущениях, не было раскормлено, раздобрено и так далее, только тогда, только в этом человеке Тора Миткоемит. Так пишет Рамбом. Теперь. Комментаторы, в общем, ничего особо не добавляют к этому. Комментаторы Рамбома, я имею в виду. Есть гемора в трактате Бавамиция. Гемора, которая говорит, очень известная гемора, которая говорит о том, что человек, который ест хлеб с утра и пьёт воды с утра, это спасает его гематрия, слово махала, от 83 болезней, 86 болезней. Человек, который с утра начинает, утро начинает с еды, хлеба и воды, это спасает его от 86 болезней, числовое значение слова махала. Раша объясняет, пьёт воду с утра, если у него нету вина, говорит Раша. То есть, вино тоже хорошо, но если нету вина, то вполне годится такая вещь, которая называется H2 вода. Есть в Мишне перке, а вот в шестом перике, есть такая Мишна. Сейчас просто шестой перик, он прокомментирован далеко не всеми стандартными комментаторами, поскольку есть всего пять периков в перке, вот шестой перик, это добавлен из разных барайтот, поэтому комментарии, не все комментарии есть на шестой перик. Например, Рамбам и Рабейн и Йона нету на шестой перик в перке, Раша есть. Так вот, есть Мишна, которая говорит, как едарка шель тойра, вот так обычай торы, пад бам элах тухаль, хлеб с солью ешь, маим бамишура тиште, пей воду бамишура, что такое мишура, какими-то небольшими сосудами пей, в эльгарец тишан на земле спи, вахаей цаар тихе, и живи мучительной жизнью, оба тора дге амаль, и торой должен ты трудиться, и бата асекен, если ты так делаешь, а шлейха ветофлаха, то хорошо тебе, ты благословленный, хорошо тебе, а шлейха баалам азе, хорошо тебе благословленный, ты в этом мире, ветофлаха баалам аба, хорошо тебе будет в будущем мире. И Раша здесь пишет такую вещь. Говорит Раша, пад ба мэлах тухаль, хлеб с солью ешь, ше афаль пи, ше эйн ла ла адам, элла пад хриваш, несмотря на то, что не этого человека, а только сухого хлеба, ше и тволь ба мэлах, что он может его только окунуть в соль, на большее у него не хватает средств существования, афаль пи хэн, несмотря на это, ло им ане ацмобила асокба тора, не надо устранить себя от занятий торой, вы им гуашир, но если он богатый человек, кольщик эн, тем более он должен заниматься торой, и тогда ему будет хорошо, для того, чтобы он унаследовал два мира, как то, что мы учили в Мегеморе Гарайот в первом перике, ату цадиким кегаву ахлу трей аламэй ми саны лагу, если бы цадики могли, праведники могли получить два мира, и этот мир, и грядущий, разве это было бы ненавистно перед Всевышним? То есть Раша учит, что Мишна говорит о том, что даже если ты беден, у тебя нет денег ни на что другое, то это не причина не учить тору, ты все равно должен учить тору, ты должен пить воду и есть хлеб, ничего другого тебе не удастся положить в рот, но, тем не менее, ты должен заниматься торой, и это сделает то, что ты благословен в Алла-Маба и в Алла-Мазе. Это Пшат Раша, но если ты богатый, то тебя никто не заставляет есть хлеб и пить воду, ты можешь пить коньяк Наполеон, если он кошерный, я думаю, что нет, и что-нибудь другое тоже такое же позитивное, и кушать вместо хлеба, не знаю, что это такое, марципаны, но что-нибудь такое вот супер-мупер, и тем не менее, заниматься торой. То есть, как объясняет Раша, это асгара, это предупреждение не богатому человеку, что ты должен перейти на нищенское существование, для того, чтобы тора в тебе было меткоемит, а это говорят бедному человеку, что несмотря на то, что ты не можешь нормально питаться, ты должен продолжать заниматься торой. Лихойра, на первый взгляд, это ровно наоборот тому, что только что мы читали в Рамбове, который говорит о том, что именно цаар, и именно такое вот полунищее существование, когда человек ограничивает себя, не даёт таанугим своему телу, именно это то, что приводит человека к тому, что тора меткаевит, что тора в нём осуществляется, и об этом говорит Ремис, намёк, который привёл Рамбов, что зод тора тадамки имут бога, львот тора, человек, который умрёт в шатре, тора не осуществляется только в том, кто убивает себя, умертвляет себя в шатрах тора. То есть, богатство является вроде бы, как в Рамбове написано, совершенно противоположное понимание тора, и в Раше или Хойре написано не так. Раше пишет о том, что человек, у которого есть деньги, про него не сказано, что он должен пить воду и есть хлеб с солью, потому что у него есть возможности другие, а о ком сказано хлеб и соль, это сказано о человеке, у которого нету других возможностей, и даже он должен учить тора, тем более другой человек. Или Хойре Раше идёт по той же точке зрения, что Раше в Баумице, который я только что читал, который говорит, что хлеб с утра, хлеб с утра плюс вода с утра спасает от болезни, и Раше говорит, вода с утра тому, у кому нету вино. Машме, что если стоит леду, что если у него есть вино, то вполне, вино с утра тоже очень полезно, что это речь не идёт о том, что человек должен, лисагеф от смо, издеваться над собой и кушать хлеб и воду, человек вполне может питаться вином и ещё чем-нибудь таким же полезным, но даже если у него этого нету, тем не менее, утренняя еда того и другое полезна для тела, а вино не менее полезно, чем вода. Лихой Раше идёт со своей точки зрения, и там есть Магарша, который спорит с Раше, и приводит Медра Шмоль, который мы сейчас посмотрим, так мне кажется, что Магарша приводит Медра Шмоль, который я сейчас собираюсь посмотреть, но я не гарантированно 100%. Магарша говорит о том, что вода – это именно вода, не так, как говорит Раше, что это должна быть вода для того, у которого нету вино. нет, вода – это только вода, и человек, у которого… секундочку… Я вот так вот сходу не нахожу этого Магарша, но я помню, что был Магарша, который спорит с Раше, и говорит о том, что… и говорит о том, что вода – это именно вода, и что, и что, и что… но вот для момента я не вижу, где этот Магарша. Окей, по памяти, потому что найти это тяжело. Магарша должен, по идее, сказать, что вода – это именно вода, а не вино, и что речь идёт о том, что человек должен действительно поставить себя в ситуацию, когда, как пишет Рамбу, он должен поставить себя в ситуацию, когда он как бы пренебрегает нуждами своего тела ради нужд своей души, и только тогда Тора в нём миткоемит в тот момент, когда он действительно не обращает внимания на материальные нужды. Окей, я не вижу сейчас этого Магарша, но помню, что такой Магарша существовал. Очень просто длинная Агада, и Магарша очень длинная на Агадот. Мне жалко вашего времени. Так вот, есть Медра Шмуэль, который на эту же Мишну Перкеавод, который пишет так. Он говорит, что… Что говорит Мишну Перкеавод? Мишну говорит, что «дерих Тора» – это кушать хлеб с солью, и пить воду небольшими сосудами, и спать на земле, находиться внутри Цаара, и заниматься Торой. И только тогда Тора миткоемит тебе, и тебе хорошо, и в этом мире, и в грядущем мире. Говорит Медраш Шмуэль, «Эфшар ши икараз гаразу ги гам лаши», что главное распоряжение, которое это даётся здесь, это не для бедного, не только для бедного, но и для богатого человека, у которого есть возможности в руке, «ли танег бе таануге алам» получать удовольствие от самых лучших вещей этого мира. Именно ему говорит эта Мишина, что он не должен приучить себя к этим удовольствиям этого мира, потому что иначе он не сможет учиться так, как необходимо учиться из-за тех танугим, которые его окружают, из-за удовольствия, которое окружает. И ещё, если он приучит себя к этим удовольствиям, то он вынужден будет «Левателли Асмоми Лимут» отдалить себя от изучения Торы для того, чтобы Лаарви Эхмама заработать деньги для своих нужд, поскольку его нужды очень возрастают. Поэтому нас предупредили, что обычно, это и для бедняков, и для богатых людей, сказано, что нужно кушать хлеб с солью, и сказано, что нужно пить небольшими порциями воды, сообщить, что даже если ты уже окунул свою еду в соль, и теперь ты очень сильно хочешь пить, то тем не менее пить надо небольшими количествами, несмотря на свою жажду, которая у человека получается. То есть, Медраж Шмуэль хочет сказать, что это распоряжение, которое говорят, это упрёк, это рекомендация, которую даёт Мишина в «Карактате Прекеавод», которая говорит, что «Дерик Тора» – это кушать хлеб и пить воду, хлеб с солью и пить воду. Это относится не только к бедному человеку, но и к богатому человеку по двум причинам. Вторая причина – что богатый человек, который приучит себя к очень хорошей, богатой пище, ему потребуется её постоянно, и он должен быть в отель Тора для того, чтобы работать и зарабатывать всё больше и больше. Это будет мешать ему учить Тору. Это второе. А первое, что «Дерик Тора» действительно, сама суть Торы, что Тора Медкаемит только в том человеке, который находится в царе, и через царь, через несчастье, через подобные вещи начинает учить Тору и учит Тору. В другом способе Тора не может осуществиться. Так учит Медраж Шмуэль. Таким образом, мы видим, что есть Махлокис, Рамбам и Медраж Шмуэля с одной стороны, и Рашу с другой стороны. О чём говорит это Мишина, и о чём говорит упрёк, предостережение, которое говорят нам в Перкиавод и в Геморе Баумицы, о том, что человек должен учить Торы в бедности, в состоянии, когда он уменьшает количество Таанугима этого мира и так далее, и только в этом случае Тора Медкаеми. И фактически, это будет Махлокис то, о чём говорит Шлом Амеллах, потому что Гагро приводит только один сад, только одну сторону. Гаон приводит, что извините, Гаон приводит, что из-за Ишазана, женщина-блудница, она приводит к буханке хлеба и говорит о том, что здесь нам сказано, что Иша-блудница, она ровно наоборот Торе, и что Тора, она соответствует буханке хлеба в том плане, что нам сказано, что мы должны стремиться к тому, чтобы учить Тора, кушая только буханку хлеба и не увеличивая ничего другого. Человек, который гонится, поскольку Ишазана это Таева, который есть у человека, человек, который получает Таеву, он приводит к тому, что Тора у него забывается, и приводит Мидраж о том, что будет ситуация, когда женщина с буханкой Трумы войдёт в Байт Мидраж, и будет спрашивать, что Тора это буханка или Тмия, и не будет человека, который сможет ответить, поскольку Тора будет забываться. И Хагро приводит Мидраж и Рамбома, который говорит о том, что Тора Мидкаемет только в том, кто убивает себя за Тору, и приводит Рамбома, который говорит о том, что только люди, которые... Тора Ломидкаемет не осуществляются. Те, кто учат из Идун, Ахила и Штия. Тора, которая учится из еды, питья и так далее, это Тора Ломидкаемет, а только Тора, которая учится из Саара, и это ровно наоборот тому, что пишет Раша, точно так, как пишет Мидраж Мой. Таким образом, мы видим, что есть Махлокис, решение на эту тему, и вильнюсский Гаон Махрия даёт Гахроу как Рамбом, а не как Раша. Есть Магараль, который очень интересным образом объясняет Рашу, и после этого я уже точно не могу сказать после этого Магарали, какую Гахроу даёт Вильнюсский Гаон. Магараль немножко, как обычно, удлиняет, он пишет очень длинно, здесь он не самый длинный из Магаралей, но, тем не менее, я попытаюсь его просто зачитать. Пишет Магараль, «Как едарка шель Тора, вот такой путь Торы. Раша написал, что речь идёт не о богатом человеке, который должен находиться в бедности для того, чтобы учить Тора, но так имеется в виду. Даже если у человека нет ничего, кроме хлеба с солью, тем не менее он должен не идти на работу для того, чтобы заработать себе на шашлык, а должен кушать хлеб с солью и посвящать всю жизнь Тору. «Лашон как едарка шель Тора». Вот это словосочетание, что это директор, и так следует делать. Но имеется в виду, что хочется сказать, что дарка шель Тора, путь Торы, это то, что сказано в перике рабе Акива, который приводит Рамбом в шабате, который я приводил от имени Рамбом. Сказал Рейш Лакеш, «Эйн тора миткаеме», Тора не осуществляется, а только в том, что умертляет себя за неё, как сказано, вот Тора человека, который умрёт в шатре. Это кусочек из гемора. Пируш объясняет мораль. Доварзе – это вещь. Тора, она сихлит, она идёт от разума, от духовности. Человек, сам человек, он материален, и его тело сугубо материально. Поэтому у Торы нету киюма, нету осуществления в материальности. Потому что как может быть в Торе, которая вся духовная и идёт от сейха или от разума, который тоже духовный, как может она осуществляться в материальном теле? Поскольку это два противоположных, две противоположных вещи. И они не могут существовать вместе. Материальность и разум, духовность. Поскольку разум, он как бы весь антиматериален, существует желание пожрать и желание поучиться. Они как бы взаимопротивоположные, говорит Магараль. Поэтому сказано, что Тора не может лить, существует, а только если человек убивает себя, умертвляет себя за Тору. То есть, когда он умертвляет себя за Тору, до такого состояния, что он мисалек гуфлы гамри, что он полностью, его тело как бы не существует, как бы полностью убирает ради Торы, то получается, что его суть этого человека – это разум, а не тело. И тогда есть осуществление Торы, потому что, как только он убирает тело, значит, он тем самым, он говорит, что ради Тора. Не просто так он постится, я не знаю для чего, а потому что великий пост на Руси Матушке, тракте бедох. Но если он это делает по другой причине, потому что он это делает для того, чтобы учить Тору, то в этой ситуации он убирает материальность из этого мира. И тогда духовность этого мира, которая выражается в Сихлуте, в Сейхеле, в разуме, она осуществляется. Это даёт возможность существовать Тора. Очень логично, по-моему, Майораль объясняет, что не может материальное тело, оно тогда, оно совсем не мешает Тору, в том состоянии это бывает, когда человек убирает материальность своего тела, как будто бы его нету. И это то, что написано. Зод Торат Адам. Вот Тора человека, Киимут Бога, который умирает в шатре. Имеется в виду. Человек, который он… Баал Адама. Адам… Происходит слово Адама, земля. Он должен убрать своё тело до того, что он возвращается в землю. Адам взят из земли, тело человека, тело Адама. Она происходит из Адамы. Человек настолько убирает своё тело, что оно годится к тому, чтобы быть возвернутым в землю, в Адаму. Тогда существует Киим Тора, поскольку тело становится вторичным, оно как бы готово вернуться в землю, и поэтому Тора становится первичным, и тогда Тора осуществляется. И тогда нет ничего, что мешает Торе, и Тора меткоемит. Поэтому сказано здесь так, что это Дерих Тора, что это дороги Тора, потому что так следует сделать человеку по пути к Тору, в то, что Тора сихлит, чтобы не было, она не следовала ни за какими-то анугим, ни за какими удовольствиями, которые являются Таавадагуф, являются удовольствиями тела. И тогда может осуществиться Тора. Тем не менее, эта вещь говорит про того, который может это сделать. И может лист боль, может выдержать, и не слабость, которая ему приходит от того, что он убирает своё тело, как бы умертвляет своё тело, не занимается нуждами тела, слабость ему не мешает. И не имеется в виду, что если он очень богатый человек, что он должен тоже умертвлять себя голодом и так далее. Но ораль начинает объяснять Раша. До сих пор он сказал, что Лихойра, материальный мир и духовный мир Торы – это две противоположности. Поэтому человек, который отказывается от материального мира ради Торы, в этот момент он делает так, что он показывает, что материальный мир для него вторичен, а мир Торы для него первичный. Поэтому Тора в нём осуществляется. Но если человек богат, настолько богат, что ему совершенно нет необходимости умертвлять себя для того, чтобы учить Тору, то есть ему не нужно говорить, что я не пойду на работу, буду на работу, потому что он и так не ходит на работу в любом случае. У него вполне хватает времени учиться. Ему не нужно говорить, что я не пойду на работу, буду питаться хлебом и водой, но буду учить Тора, потому что он может питаться марципанами и коньяком и при этом продолжать учить Тора, потому что у них тут денег кура не клюют, а у нас на водку не хватает. так у него хватает. Поэтому в этой ситуации не сказано, что Тора Энамит Каэмит, а только в том, кто умертвляет себя за неё. Поскольку Тора Энамит Каэмит в том, кто умертвляет себя за Тору, для Торы. То есть ради Тора он это делает. Но если он может ничего не делать ради Тора, у него и так хватает и времени, и возможностей, и так далее, ему не нужно, как остальным людям, чтобы он занимался Торой, кушать хлеб с солью, как другим людям к этому нужно. А он продолжает кушать хлеб с солью. Это говорит Маораль. Это не называется, что он умертвляет себя за Тору. Он умертвляет себя из пижонства, я не знаю для чего. Но никакого смысла в умертвлении себя за Тору есть хлеб с солью, когда у него есть полно еды. У него нету, потому что еда есть, она испортится, она будет выкинута. А он от этого не станет лучше или хуже учиться. Потому что речь идёт о том человеке, который ради Тора перестаёт работать, чтобы заработать себя на индейку с яблоками. Этому человеку не нужно, если такое блюдо есть, я не очень в курсе. Этому человеку не нужно ради индейки с яблоками работать, она и так у него есть. Но он выкидывает её для того, чтобы... Для чего? Не для того, чтобы учить Тора. Не как другой человек, который не идёт работы и вынужден есть хлеб с солью, и это умертвлять себя ради Тора. А тот человек умертвляет себя непонятно ради чего. Поэтому здесь никакая сегула, никакой пользы от этого для Тора нету, говорит Маораль. Но перушь, объяснение такое, что директор, что человек умертвляет в себе за Тору. Но если он богатый человек и не нуждается в том, чтобы он кушал хлеб с солью, а он может кушать мясо, и несмотря на это, тогда это не даркашель Тора. Что тогда ему делать, спрашивает Маораль? Что делать человеку, у которого денег куру не клюёт? Он может себе позволить мясо есть каждый день ещё немножко. Что ему делать в такой ситуации? Как ему прийти к даркашель Тора? Потому что если он будет лисаге-водогуф мучить себя хлебом и водой, то это не будет ради Тора, потому что это никакого смысла не имеет. Что ему делать? Что если он будет кушать хлеб с солью, то это будет лола-цорах, это вообще без нужды. Это не называется, что он мимит аль-цор, это не называется, что он мимит аль-цор за Тора. Но если он оставит своё богатство и свои бизнесы ради Торы, то это показывает, что он мимит аль-цор. То есть, для такого человека мимит аль-цор, у него есть огромный бизнес, который даёт большие доходы, но требует большого жизненного участия в этом. Ему надо много времени на это тратить. Вот он это оставляет для того, чтобы учить Тора. Вот это называют, что это Дерих Тора, он мимит Аль-Смуаль Тора. Но когда он просто продолжает быть мультимиллионером, а кушать будет меньше, это не называется мимит Аль-Смуаль Тора. Так учит Магараль. Таким образом, Магараль так учит Раша. Таким образом, у нас появляется несколько разных мигалхин. Медраж Шмуэль, халек на Раше и Магарале, и он говорит, что человек, который в принципе, в принципе, еда, которую человек в большом количестве и качестве поглощает свой кишечник, она в принципе мешает учить Тору. И поскольку любое материальное мешает духовному, то поэтому материальность этого мира, она мешает его изучению Тора. Для Хойера, на первый взгляд, это же пишет Гавон Мивильна, который говорит, и Рамбум, это же пишет, на первый взгляд, это всё одна шита. Лоумадзе шита, напротив этого, шита Раша, что речь идёт о том, что, как Магараль объясняет Раша, что речь идёт о человеке, который мимит Асмо Аль Тора, то есть человеку, которого он в принципе может немножко работать, немножко то, немножко сё и заработать так, чтобы кушать мясо каждый день и ещё немножко. Он этого не делает и ест хлеб с солью. Вот этот человек мимит Асмо Аль Тора, потому что он это делает ради изучения Торы. Тогда Тора Миткоемит. Поскольку он отказывается от материального мира ради мира Торы, то поэтому Тора становится первичным для него, а это вторичным, поэтому Тора осуществляется в нём. Это мнение Рамбума, Гавон Мивильна, Мидраш Муэля. А Маараль объясняет Раша, что есть ещё один аспект, что человек, который действительно нуждается в том, чтобы потратить своё время и так далее, для заработка, для того, чтобы у него была богатая жизнь, если он от неё отказывается, чтобы свободное время уделить Торе, то это называется даракашель Тойра. Это может быть человеком, который отказывается и начинает кушать хлеб с водой, но человек, который даже если он от этого откажется, можно себе представить такого мультимиллиардера, у которого такие доходы и так хорошо вложены акции уже в какие-то супербизнесы и так далее, что даже если он сейчас не будет делать ничего, то всё равно ему хватит на мясо каждый день и ещё на несколько Мерседесов каждый день, то в этой ситуации ему, если он вдруг начинает отказываться от мяса и чего-то подобного, ради хлеба и соли, то это не называется отказ ради Торы. Это я не знаю отказ ради чего, но Маораль пишет, что это не отказ ради Торы, поэтому это не поможет. Таким образом, мы пришли к тому, что есть Махлокис решением и охроним на эту тему. Мне так кажется, я не хочу сейчас долго входить в эту тему, я один раз это затрагивал, я вскользь упомяну, мне кажется, что это этот же Махлокис, это Махлокис Рамбанов у Маши и Рамхаля в Масилат-Кишарим по поводу того, что такое Меда-Пришут, что мы с вами касались, что такое Недорим, Абета и что такое Меда-Пришут, когда человек порэш отказывается от разрешённых вещей, что есть Махлокис, для чего нужна Меда-Пришут. То, что она нужна, это Лакула Алма, это как бы по всем мнениям. Для чего она нужна? Для того, чтобы не приступить через какую-то Авейру Торы, что если я запрещу себе разрешённые вещи, то я тем более не приду к тому, чтобы запретить запрещённые вещи. Это шита одна, и шита Рамбана, и шита другая, Рамхаля, что человек, который запрещает себе разрешённые вещи, без опасения к тому, что он придёт к запрещённым вещам, тем не менее, мера Пришут, мера отказа от разрешённых вещей, она является позитивной мерой сама по себе, независимо от того, что я могу прийти к какому-то запрету Тора. Это Махлокис Рамбана в Хумаше и Рамхаля в Масилат-Ишарим. И Лихойра, этот же Махлокис, правда, я не видел, чтобы кто-то писал, что это один и тот же Махлокис, но так мне кажется, что это тот же спор. Этот же Махлокис Лихойра Медрашмуэль и Рамбом против Раша, особенно так, как этого Раша объясняет Махараль. Гаон Мевильна, Лихойра, Гаон Мевильна, идёт по той же шитье, по тому же комментарию, по которому идёт Рамбом, во всяком случае, он на него ссылается, поэтому, скорее всего, это и есть Пшат, как он понимает. Имея в виду, что любая материальность, в принципе, которую я принимаю, даже если это мне не мешает учиться, и даже в какой-то степени это может помогать учиться, тем не менее, поскольку материальность для меня остаётся какой-то важной вещью, таава, как таковая у меня существует, то поэтому эта таава приводит к забыванию Тора, и Гаон Мевильна связывает это с Медрашем, который говорит о том, что в будущем женщина с буханкой хлеба будет ходить и спрашивать, кто-то знает Тагарана или Тмиа, и никто не сможет дать ответ на этот вопрос, поскольку таава называется Иша Зана, и она сама по себе приводит к забыванию Торы, и это Лихойра, Негет, Комментария, Магараля, а либо Дераша, который мы только что видели. Таким образом, мы разобрали вот такой вот интересный Махлокис, но Гагро, Гаон Мевильна базируется на этом посыке из Мишли, а Магараль, слегка, Рамбам базируется ещё на двух псуким, которые говорит Шламамелах в других местах, то есть Лихойра, как бы и Рамбам, и Гагро считают, что это Кавана, Шламамелаха в Мишли в нескольких местах. Окей, двинемся дальше. Я просто решил, что, несмотря на то, что мы вкратце этот пасук уже обсуждали, я решил, что к нему надо вернуться, поскольку здесь есть вот такой интересный Махлокис, а мы в тот раз его, так, даже не помню, назвал я его или не назвал, я не очень помню. Окей, продолжает Шламамелахи, говорит, А замужняя женщина, она словит самую дорогую душу. Объясняет Гаон, что если Ишазана – это Таава, то Ишитыш – это Хэмда. Хэмда – она Ишагара, она очень плохая жена, женщина, которая называется Ишитыш. Она словит даже дорогую душу, что это Гефих Митсвот, это наоборот Митсвот. То есть Таава, она как бы не пойдёт наоборот Митсвот, она может дать ей возможность жить внутри Митсвот. Но Ишитыш, то есть Хэмда, она не даст нормальной лекая Митсвот. Вединиц Рехатксат, но она немножечко нужна, поэтому сказано, Нефиш Якара, то есть человек, который Бааль Торова Ира, у которого Истора Ира в Шамайе, она, именно его она ловит в своей силке, я не знаю, как сказать, что она ему показывает необходимость себя для того, чтобы существовал мир и был Авадад Гошем, и была служба Всевышнего. Поэтому я думаю, что вы много-много раз слышали, что, а как же есть Мишна в Перке, а вот, который говорит, «Тов Тора им Дерих Эритс», хороша Тора вместе с Дерих Эритс. Тора хороша по совместительству с Дерих Эритс, обычно все переводят Дерих Эритс как работа. И, в общем-то, это один из правильных переводов, которые есть. Тора хороша только, когда она идёт вместе с работой. И надо понять, что имеется в виду «Тов Тора им Дерих Эритс». Потому что обычно люди воспринимают, что когда человек зарабатывает себе на жизнь и при этом учит Тора, то это очень позитивно. А когда человек паразитирует, так понимают многие люди, Мишна, Перке, а вот, сидит, паразитирует и ничего не делает и так далее, то это уже неправильно. И поэтому есть нападки на Бнейшиот, на людей, которые всю жизнь посвятили учебу в Ешиве. Я не говорю, что все эти люди совершенно стопроцентно позитивны. О том, какие у них минусы, поверьте мне, я тоже знаю. Но, тем не менее, что такое пшадо пашут, нормальный пшадо, почему Тора хороша вместе с Дерих Эритс, об этом говорят комментаторы в Перке. А вот когда говорят, что Тора нужна им Дерих Эритс, потому что Дерих Эритс, когда человек работает, он устает на работе, и у него после этого он приходит, начинает учить Тора, после этого у него нет силы сделать авэйры. Поэтому Тора вместе с Дерих Эритс, она махляша человека, она ослабляет человека настолько, что у него нет силы делать авэйрот. Поэтому Тора хороша с Дерих Эритсом. А не так, как обычно принято объяснять, комментаторы такого пшата не приводят. И сказано Нефиш Икара, Мицедейха Тердов Навши. Сказано Икара, дорогая душа. Тора, она очень дорогая, она дороже, чем все жемчуга и так далее. И мы уже говорили, что человек бежит вслед пустотой, суетой этого мира из-за двух вещей. Или потому что ему очень нужно что-то, или потому что это очень дорогая вещь, и её трудно найти. И поэтому похвастаться этой вещью, это очень приятно и так далее. И обычно мы знаем, что нету в мире ничего более нужного, чем хлеб. Что хлебом живёт человек. И поэтому сказано, что за жену, женщину-блудницу, идёт буханка хлеба. Но дорогизна Тора, якар, дороговизна, она дороже, чем пнини, дороже жемчуга. Эшитыш, замужняя жена Хэмда, называется Нефиш Икара, дорогой душой, которая должна быть погнена. Поэтому человек желает, поэтому его желание, Танугим Алам, удовольствие этого мира, не могут словить его, потому что он хочет быть постоянно вот в этом вот удовольствии. И бег за Хэмдой, за достижениями этого удовольствия, это то, что его выводит из этого мира. Человек хочет красивые дома и все остальные вещи, за которыми он гонится, и это то, что уводит его от Тора. Окей, я думаю, что часть этого мы разобрали в прошлый раз, поэтому я перейду к следующему посугу сразу. Дальше. 27-ой посуг говорит, Может ли так быть, что человек будет нести огонь у себя за пазукой и не сожжет своих одежд? Гаон Мивильна здесь приводит такую вещь, что мы уже объяснили, и подробнее это объясняется в Шир-Гашире, что есть два вида Медот. Первый вид – Медот, те качества, с которыми человек рождается по природе, и вторые – те качества, которые он приучает в себя, и Медот называются одеждами, как говорят наши мудрецы в Геморе Шабос, о том, что кто такой Талмитхохам, человек, который может перевернуть свой, а если он неправильно одел одежду, он может перевернуть его и надеть правильно. То есть он может Ле-Гаргиль приучить свои Медот, поставить их в соответствии с Торой, чтобы они вели его и были как бы его природные качества. Несмотря на то, что в начале в природе он был совершенно другим человеком. Есть те Медот, с которыми он рождается, они называются богодимы, они называются одеждами. Те Медот, которые он приучает себя к ним, называется Раглав, называются его ноги. Гергель – это привычка, регель – это нога, то есть то, к чему он себя приучил. И это сказано, Гаихате Иш Эшбэхэко, может человек положить огонь себе за пазухой, это прилепиться, обняться с Нахриёй, с чужой, с Тавой, запрещенной Тавой, которая находится внутри его дома. Мы говорили, что Таева разрешает человеку сидеть дома. С Таевой он может быть один на один, сидеть и получать удовольствие. Хэмда – это погоня за удовольствием, стремление всё больше и больше. Она не позволяет сидеть дома. Богодав Лотис Рафэна, одежды не будут сожжены, это те Медот, которые рождаются вместе с ним. Одежда – это те Медот, с которыми человек рождается. И он их потеряет из-за того, что он приучает себя к Таеве. Как только он приучил себя восполнять всегда свою Таву, своё стремление к получению удовольствия, вот эту вот Таеву, то он потеряет даже те Медот, с которыми положительные, с которыми он родился. Тем более, что он разломает те Медот, к которым ему удалось приучить себя самого, поскольку он хочет восполнить свою Таеву. Поэтому человек должен всё время ломать свою Таеву, и чтобы от неё не осталось ничего. Поэтому сказано Тис Рафэну, что её нужно сжечь. Это пишет Гаон здесь. Шир-ха-ширим. Гаон делает… Он действительно там сильно дополняет это, поэтому я думаю, что имеет смысл посмотреть. Это перуш Гаона Аль-Дерих Пшат. Пасут говорит так. На самом деле, наверное, надо… Окей, можем начать с этого пасута. Я сняла свои одежды. Как я могу их снова надеть? Помыл я свои ноги. Как я могу их снова испачкать? Окей, здесь есть очень много Таамим в этом пасуке Шир-ха-ширим. Речь идёт о Зевуге, о отношениях между Всевышним и Амисраэлем, между Шехиной и ещё более высокими слоями Всевышнего, о их соединении и так далее. Но Гаон объясняет немножко… Это Аризаль так объясняет. Гаон объясняет немножечко иначе. Гаон пишет. Я снял свои одежды. Отвечает Кнесет Исраэль. Отвечает Кнесет Исраэль, это Амисраэль, что я снял одежды. Человек, который идёт, долго ходит в свои одежды, и не снял его, он может продолжать к нему ходить несколько дней. Но если он снял испачкавшуюся грязную одежду, то потом его нефиш, его душа, как кацоба, и неприятно надеть снова его. И это то, что сказано, что я уже снял одежды, как я могу снова его надеть? Потому что люди, которые идут спать, как человек, который идёт спать и раздевается, как он вновь может одеть те же самые одежды? И это то, что сказано в Мишлей. Может ли такое случиться, что человек возьмёт огонь за пазуху и пойдёт с ним? И мы уже сказали, что все медот, все качества человека делятся на... Нет, не делятся. Они называются халук и дарабон, они называются одеждой рабонан. И одежды и медот, они разделяются на две группы. Первая, с которыми человек родился по природе своей, и вторая, которую он приучил себе. И они становятся как природа человека, после того, как человек себя приучил к этим вещам. И это то, что сказано, что человек возьмёт эш-бэхэйко, возьмёт за пазуху, что он идёт вслед за своими плохими медот. Богодав одежды – это те качества, которые рождаются вместе с человеком. Может ли быть, что они не испортятся, не будут сожжены? Если он пойдёт с углями, то есть, если он приучит себя идти вместе со своими отрицательными медот, вэроглав и его ноги – это те медот, которым он приучил себя. И может ли быть, что он будет идти по углям и не обожжёт те медот, те качества, которым он себя приучил? Как это может быть, что эти две вещи, которые мешают человеку, не дают ему достигнуть шлеймут, целостность своей души? Первое – это тайва. И она находится с ним постоянно, даже когда он один на один с собой. Все остальные отрицательные медот, нагим абзулато, они находятся только по отношению к кому-то. Тайва – это единственная меда, единственное качество, которое есть у человека самого по себе. Обычно принято считать, что всё учение мусара, всё учение о моральных кодексах человека – это учение между человеком и своим близким. Как не сделать гадость другому человеку? Во-первых, тяжело даже помыслить такое, но в принципе, как можно не делать гадости другому человеку – это учение мусара. Здесь говорит Гавон, что это не так. Что учение мусара делится на две части. Есть учение, как бороться с тобой, а она находится внутри самого человека, не по отношению к кому-то другому. По отношению к человеку и столом, за которым он сидит. По отношению к еде, которую он видит, или которую он хочет увидеть. Помнишь, что он когда-то видел, пробовал и так далее. Уже есть отрицательная мера тайва, которая приводит к тому, что она берётся за пазуху и сжигает все медоты. И те положительные медоты, которым он себя приучил, и те положительные медоты, с которыми он родился, и то, и другое сжигаются. Все остальные медоты, кроме тайвы, они, раот, они плохие, поскольку они относятся к кому-то кроме самого себя. То есть, только по отношению к кому-то другому человеку. Об этом сказано, кто такой Талмитхохом, кого он называет Талмитхохом. Человек, который умеет вывернуть одежду на правильную сторону. И он следит за тем, чтобы она была на правильную сторону. То есть, что если какая-то из его медот, она вывернулась наизнанку, она ведёт себя неправильно, он макпит, он следит за чем-то, чтобы вернуть его. И также сказано, что Ты должен пачкать свои ноги перед Талмитхохомом. Что значит пачкать ноги перед Талмитхохомом? Прийти рядом с Талмитхохом, стоять и испачкать ноги. Немножко странная идея. Имеется в виду, что ради Талмитхохом, ради того, чтобы принять Тора от Талмитхохома, чтобы учиться у него, человек должен босиком идти куда-то далеко, чтобы встретить этого Хохома, либо зот себя, пренебрегать собой по отношению к нему, для того, чтобы принять от него Тора. В начале Перкеавод сказано о том, что в начале Перкеавод сказано, у меня здесь есть Перкеавод, но у меня Перкеавод с Магаралем, а это каждая Мишна занимает очень много... Сейчас, секундочку. Секунду, секундочку. Где-то вот я рядом. Вот. Четвертая Мишна Первого Перека говорит, Йоси бен Язар, Йоси бен Йоханан и Шерушилаем приняли от предыдущей пары. Там пары принимали. И они приняли от предыдущей пары. На самом деле, они приняли не от пары, я неправильно говорю, от Антигнуса и Шсоху. Это была первая пара. Йоси бен Язар и Штрейда, Йоси бен Яханан и Шерушилаем. Они приняли от Антигнуса и Шсоху. Йоси бен Язар говорил, пусть будет твой дом, домом ваадла Хохомим, пусть там будет много всегда, постоянно собрания Хохомим, и будь пылью, пачкайся пылью через прах их ног. И с жадностью пей все слова, которые они говорят. Это несколько вещей, которые он сказал. И вот нам сейчас нужно понять в данном случае только одну из этих вещей, а именно «Будь пачкайся, ну, я не знаю, как пылью пачкаться сказать, пылись прахом их ног, ног Талмидей Хохомим». «Вываливайся в пыли их ног Талмидей Хохомим». И это то, о чем здесь говорит Гаон Мивильна. Он говорит, что в другом месте сказано, здесь сказано, что я раздела свои одежды, как я могу их надеть вновь, я вымыла свои ноги, как я могу их испачкать. А в другом месте сказано, что пачкай свои ноги перед Талмидей Хохомим. И это кинуй, это прозвище, что человек, который манэта нугим, который убирает от себя, запрещает себе удовольствие, и это то, что сказано, я сняла с себя одежды, как я теперь их надену, имеется в виду, я сняла с себя медот того, есть медот того, хороший медот, как теперь я могу их вновь одеть на себя? Это кинуй на медот того, это прозвище хороших медот. Одежды, которые сняты, это хорошие медоты. Человек, который улучшил свои медот, использовал их, как он может теперь сделать наоборот? Имеется в виду, что человек, который учил, а, он объясняет так, у человека были хорошие медот, он взял огонь за пазуху, как сказано в Мишле, и сжёг их. Как он теперь может их вновь приобрести? Так же, как человек, который уже один раз учил Тору, и переш ушёл от изучения Тора, прекратил изучение Тора, перешил от Арбуртра, ушёл к плохой культуре, ему очень тяжело, лошу в Бахазарае, ему очень тяжело вернуться обратно. То же самое с хорошими качествами. Человек, у которого были хорошие качества, и из-за своей тайвы, а Гаон из Мивильна говорит всё время, что тайва – это причина, по которой мы можем сжечь свои хорошие качества. То есть, когда мы берём этот уголёк, огонь, пламень, я не знаю, который мы берём за пазуху, который состоит из травы, которая есть у человека, то в этот момент, когда он сжигает свои положительные качества, то задаёт вопрос к Несту Строль, как я теперь могу вновь их надеть? Спрашивает Шлома Амеллах. Человек, который лишился этих качеств, снял их, пошатте, эдгадай, я снял свои одежды, как я вновь смогу их надеть? То есть, первый пируш Гаона, на шире-а шире, говорит о том, что человек говорит о том, что так же, как одежды, которые были грязные и испачканы, они сняты, и теперь их могиль противно надевать обратно. Поэтому, когда я убрал свои отрицательные качества, как я могу к ним вернуться? Второй пируш говорит ровно наоборот. В тот момент, когда я сжёг через Таеву свои положительные качества, как теперь можно их вернуть обратно? Те качества, с которыми я родился, но Таева моя сделала так, что они были сожжены. Как теперь их можно вернуть обратно? То есть, мы говорим о том, что ноги должны быть грязные, второй пируш говорит. Что значит, ноги должны быть грязные? Все будут теперь использовать это как руководство к действию. Ноги должны быть грязные, имеется в виду, что я должен, как сказано в Мишне Перке, что я должен вывалиться в пыли ног Талмидей Хохомим. Это имеется в виду, испачкать ноги перед Талмидей Хохомим. И что имеется в виду, что я должен лишиться своей гаевы, своего «я», для того, чтобы стать только кли, только инструментом, только сосудом, который принимает Тора от Талмид Хохома, лишиться полностью своей гордыни и решить, что все, что у меня есть, я хочу принять отраву, после того, как человек это сделал. После этого он рахатсти отраглай. Он взял и помыл ноги, взял и от этой пыли, которая у него была, пыли Торы, которую он принял от Талмид Хохом, он отмылся. Он убрал эти медоты, которые он сам приучил себя к этим медотам. Это второй медот. Не те медоты, с которыми человек родился, а те качества, которые человек в себя вложил и приучился к ним. Стало рагильбезе, от слова рагиль, нога. Ноги, они обычно ведут человека, независимо от его мысли, в тот момент, когда он к чему-то привык, привык к одной дороге, то ноги автоматически туда идут. Поэтому от слова рагиль, нога, от слова гергель, привычка. Так вот, положительные привычки, положительный медот, который я привел, я их смыл с себя. Тот авак, который должен быть взят от Талмидей Хохом, человек с себя смыл. Эй хата этнофену. Как может быть, что теперь я снова их испачкаю, и как может быть, что я снова буду прахом у ног Талмидей Хохоми. Это второй пируш, который дает Гагро, и этот второй пируш, тот, который Гагро дает здесь, в Мишле, объясняя, что есть два вида медот, и когда человек не обращает внимание на Таеву и рискует прижать к себе вот эту вот Ишазана, Ишитыш, которая Таава, которую он берет с себя за пазуху, то как может быть, что он не сожжет все остальные медот. И те медот, которые были его одеждами, с которыми он родился, и те медот, те качества, к которым он себя приучил. Здесь нам, Шлома Амеллах, по мнению Гаона, предупреждает быть очень аккуратным с Таевой. Таким образом, даже не знаю, может быть, еще один пазух можно успеть. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Ими Галех Иш Али Гахалим говорит Шлома Амеллах. Если пойдет человек по Гахалим, это углям, вероглав, лотикавену, и может быть, что он не обожжет свои ноги. Это относится, говорит Гмельницкий Гаон, к меде, к качеству, которое называется хэмда, то есть стремление к получению удовольствия. Если человек пойдет за хэмдой, с тобой можно сидеть дома, можно взять этот огонь за пазуху и никуда не выходить и хранить у себя, и баюкать его у себя, и сидеть дома, и балдеть, получать удовольствие от коньячка, например. Но хэмда не даст тебе сидеть дома, ты обязательно куда-то пойдешь. Так вот, если человек пойдет вслед этой хэмды, которая постоянно идет, даже очень далеко, и всегда бегает по рынкам и по улицам, для того, чтобы найти себе удовлетворение своим желанием, которое порождает это самое хэмда. Поэтому сказано «игалех» – пойдет. То может быть, что рогла, в которыми он ходит, не будут обожжены, они не обожжутся. То есть, те медот, те качества, которые он гургальбахен, которым он привык, которым он приучил себя к этим медотам, он работал над тем, чтобы это стало как бы его природа. Потому что это, у него нету времени, когда он все время занимается тем, что он удовлетворяет свои нужды, у него нет времени следить за собой, что ему нужно, какие медот, какие качества нужно ломать. И даже, если он приучил себя к этим качествам с раннего детства, тем не менее, поскольку они не являются его природой, то с легкостью он может свернуть от них. И он не обратит свое сердце, не обратит внимания на это. Из-за тех тердот, из-за тех терды, трудностей, которые у него возникают, и он вернется к своей природе. Поэтому сказано Роглав Лотикавену. Роглав – это привычки, это медот, к которому он себя приучил. Вот. Это такая у нас получается немножечко новая картина, хотя часть этого мы разобрали в прошлый раз, но часть я хотел подчеркнуть, я хотел Гагро и Ширгаширим нам зачитать, и также привести Махлокис Магараля, то есть Раши и Рамбома фактически, и увидеть, как учит Гаун, для того, чтобы мы немножечко расставили какие-то знаки припинания, точки над «и» здесь. Несмотря на то, что мы это уже как-то прошли, тем не менее, в следующий раз мы начнем с 29-го пасука, поскольку после трехнедельного перерыва тяжелого мне надо было тоже войти в колею и вспомнить, что мы учили, и я надеюсь, что завтра мы начнем с пасука 20, не завтра, а в следующий я решен, с 29-го пасука «Боезрад Ашемед Барах». Всего доброго, до новых встреч в эфире. «Боезрад Ашемед Барах».